Привет, зритель! Так получилось, что я хотела записать СМР, но поняла, что очень голодная, и решила сначала поесть на камеру. Что у меня тут такое? У меня тут, в общем, что-то капнуло, надо вытереть. А, у меня же есть бумажный полотенец. Короче, у меня тут было крупы немного пшенной, ну пшено, короче. Я разрешила, что добавить пшенолки, но и этот самый амарант. В общем, тут три крупы. Цветная капуста, купленная как-то на развес магнитина, сначала она продаётся. Потом свинина на кости, ну вода, соответственно, специи карри. Потом петрушка, зелень и корни перемолотая с солью. Ещё немного соли и вроде как усё. И я попробовала, мне понравилось. Я как раз так пила. А потом я поняла, что так есть хочу. Ты не смотришь, что тут в шарфе. У меня просто получилось так, что я забыла вовремя закрыть балкон. У меня в комнате сейчас плюс 18. Я взяла на всякий случай сметану, правда не добавляла. И вот это вот. И у меня тут хлебушек даже есть. Вообще я влила вилку, но почему-то я им ложкой, потому что я её, наверное, накладывала. Наверное, надо есть вилкой. Изначально я планировала это сделать с рисом. Я даже помню, как бы я видела, что у меня где-то лежит пакетик риса. И ещё нераспечатанная упаковка. Нераспечатанную упаковку распечатывать было лень. Ну, не с руки, я думаю, у меня же там где-то есть кусочек риса. Видимо, я его уже успела сварить, съесть и так далее. Короче, я не нашла этот рис. И подумала, что раз уж я тут достала мясо, оно уже вроде как готовое, разморозилось это. Капуста цветная тоже уже наготове. То это самое. Можно взять немного кино. Где-то две с половиной ложки столовых, деревянных. Где-то полторы столовых ложки амаранта. Раз уж он есть, то надо его есть. И пшена. Сколько-то там было. На глаз высыпала всё, что было. Добавила карри, чтобы он перебил вкус. Возможный вкус этого амаранта. Потому что амарант как-то... Мы с ним не подружились. Наверное, надо добавить, потому что можно, конечно, посолить, но сейчас уже достала. Если ты вдруг зритель спрашиваешь сам себя, когда же Лёля уже свалит в деревню, так вот, когда будет тепло. Не знаю, как в твоём месте бытия, зритель, а у нас почти уже месяц дикий ветер. Вот в одну сторону едешь нормально, а если в ту же сторону он дует, и при этом в маленькую горку, то едешь уже очень тяжело. И я из-за этого ветра уже вторую неделю выдвинь не могу съесть, хотя вообще собираюсь послезавтра. Кажется, тут жир. Очень неудачное мясо мне в этот раз попалось. Ну, в смысле, как? Я так это за два раза в разные приезды в Ашаня закупилась. Либо очень жирное, и мяса почти нет. Ну, жир, кости и чуть-чуть мяса. Либо чуть-чуть мяса и кости. А с виду, кажется, будто чуть-чуть кости и много мяса. Сегодня в пятёрке была, специально зашла, не помню зачем. И внезапно увидела суповой набор на основе каких-то запчастей утки. Но он был на полтора килограмма, вот такой большущий. Хоть он и был там, видно, что порезан, но его надо было сначала разморозить и разделить. И я увидела просто кусочек такой. На 60 рублей мне вышел 4 шеи утячий. Я купила эти утячьи шеи. Думаю, прикольно. Причём оно там что-то 8, ну, 90 без копейки за килограмм эти шеи. Обалдеть, думаю, шеи, утки продаются в пятёрке. И купила, думаю, смотрю, как у неё супчик. А то обычно я свининку в медленной варке с овощами там или с крупой делаю. А супчик варю уже на курянке. Ну, какой-нибудь там куриный суповой набор. А тут утка. Я вообще не представляю, пробовала ли я когда утку. Ну, кабанчик там, а тут медведь, лось. Кролики раньше у нас были, потом как-то у родственников ела суп с кроликом. Там, кстати, тоже кролик был, что-то 350 рублей, что ли, за килограмм или за упаковочку. Что-то типа российский кролик называлось, или как-то так. Добавила столожечка. Вилка не особо подобрать. Я стараюсь немного солить, когда делаю. Эта солила уже готова. Ну, всё, мало ли. Лучше не досолить. Так вот, у меня дико достал этот сильный ветер. Иногда он очень сильный, когда едешь, и тебя с ферриком вместе сдувают. А иногда он просто сильный. И если он лицо, то ехать неудобно. Терриком. Я думаю, это всё пойдёт кошке. Тут что-то вроде как и мясо, но оно какое-то жилистое. Там видно вообще. Я до этого писала, но у меня что-то глюкнул телефон, и всё нахрен отрубилось. То есть как, я выключила мониторчик. По ошибке. Я кажется, если выключишь мониторчик, то всё, трындец. Надо ложкой всё-таки это есть. Может, конечно, надо было чайной ложкой есть. Кто-то в комментах, по-моему, у них нас Турция, если не путаю, писал про Марию. Это, конечно, не та Мария, которая на развес. И на ней вообще написано, ребята, она раньше по этой же форме была. Была печенька маленькая Мария. У меня бабушка любила вообще изначальную классическую Марию, но иногда покупала эту Марию, которая поменьше. У неё состав хороший, и она на подсолнечном масле. Я тут что-то в магните увидела, 35, что ли, рублей было. 156 грамм, 55 рублей. И купила себе эту Марию с чаем подрезать. У меня вообще пятёрки я сегодня купила, подержала на 15, что ли, рублей. Ну, где-то так. 49 без копейки ни на парином сушечке. Ну, что-то они обычно солёненькие, а тут как бы та же упаковка, но вообще мне не одна. Из тех, которые съела, ни одна не попалась с солью. Я поняла. Чтобы уделать этот амарант, надо делать его с карри. И смешивать с какими-нибудь супами. Я думаю, надо ещё положить. Да, будет связь к долбантеру, я, короче, ещё себе положила. Оно горяченькое, хоть я уже и поставила его чисто на подогрев, но оно всё равно горяченькое. Тут вроде как кусок мяса действительно попался, потому что я его ложки смогла раздолбать. Ну, и чувствую косточку. Сметану, наверное, не буду уже кидать. Вообще не знаю, можно ли сметану смешивать с соем соусом. Так, у меня тут капнул этот соус. У меня последний рулон этой бумажки для рук. Ну, я сегодня, когда искала крупу и вообще, что у меня там есть, в шкафу, в коридоре, я обнаружила, этот, как он там, туалетную бумагу. Ну, какая-то там, типа, крутая, но она однослойная. И вот этот неполный такой рулончик там лежал, думаю, что он там вообще лежит. Может, и полный, только выглядит как неполный. Ну, короче, я так офигела. Думаю, офигеть, у меня на туалетную бумагу лежит. Вместе с травами. Нашла еще этот сушеное. Короче, земляничку сушеную нашла, листики. А потом еще нашла. И нашла, короче, зеленый чай с листьями земляники. С листьями и ягодами земляники. Ну, зеленый чай обычный, яба или какой-то, вот там, может, из магнита этот, дракон какой-то. А листики-то уже собранные вручную. Смешала, измельчила эти рукой листики, смешала с этим зеленым чаем, заварила там у себя. Сзади себя там не один чай заваренный, а другой чай заваренный, а оба зеленые. Так вот, май какой-то холодный. Там что-то на конец недели вроде как моя программа погоды пророчит дождик. И не постоянно, но так вот, дождичками. Сейчас идет, сейчас не идет. Ложку измельчила. Немножко. Не, намажется то ей в пальчики. Мать холодный. В деревню не поедешь, потому что холодный мой, холодно. Дома, если не проветривать, то душно. Ну, в смысле свежего воздуха не хватает. Но если проветривать, и солнышко уходит, и забыть вовремя закрыть балконное окно наружнее, то холодно, блин. Мясо вкусное. Разморяжила я вчера холодильник. В первый раз в жизни подобный. В следующий раз будет немножко быстрее. Потому что уже методом проб и ошибок, хоть и инструкцию я читала, уже как бы буду знать, что делать. Морозилка быстро разморозилась. Но момент такой, что надо было снизу убрать наверх, потом сверху достать. Немного разобраться, что куда. Или что это вообще такое. Я была уверена, что у меня в неполной банке стоит варенье какое-то. А оказалось, я туда остатки киселя перелила месяц назад и забыла. Ну и вот так некоторые предметы там были. Так вот, вверх капельная разморозка. А низ ручная. И наверху надо было просто протереть тряпочкой. Я поняла, как выдвигаются полки наконец-то. Целый год не могу. Ну, в смысле, когда купила, прочитала инструкцию, посмотрела кучу видео на YouTube, так и не поняла, как. Потом внезапно так это... Случайно решила попробовать. А может, вот так она вынулась. Попереставляла их местами. Поняла, что идеальное сочетание, то, которое изначально было. Ложки счищаю мясо с костей. Это кошки жирок. Или жилка какая-то. А косточка пойдет в собачки выдры. Я там целый пагетик с кусочками. Тот случай, когда вот я раньше делала овощи тушеные с мясом и рисом. Правда, тут из овощей-то одна капуста. И они у меня шли на завтрак, обед и ужин. Как бы можно еще пожрать, а можно просто чаю с печенькой попить. Потому что у меня там еще смузи с холодильника достал вот часа два назад. Ну, чтобы он согрелся. Его можно будет на ночь попить. На совсем, почти на поздний ужин. Поэтому я, наверное, сейчас это чаю налью. Продолжаем. Я налила в итоге чай с хлебушком вьетнамский, который вообще-то на раз. Если его побольше засыпать, ну, в разы больше, чем, допустим, тот же китайский вариант или японский вариант, то он уже какой-то более-менее по вкусу похож. Ну, не надо наливать чисто одну заварку. Можно залить где-то одну треть заварки. Короче, у нас тут печенье Мария. Самопальная шоколадная паста. Какао-паста 20 мая 2022 года со сливочным маслом и сгущенным молоком. Подробнее о том, как я ее воела, ты можешь узнать в моей телеге. Для тех, кто идет в телегу и ожидает там увидеть что-то иное, не то, что вот эта телега, это примерно то же самое, что на YouTube, только вот я там печатно в основе пишу. Ну, иногда аудио какое-то записываю. Сообщение, если мне печатать лень. Так вот, если кто-то туда идет, потому что некоторые приходят, так сутки проведут все, обследуют в чате и в бложике, который там сам по себе. Значит, бложике и в чатике, который вообще не... Где вообще беспредел царей. Никакого порядка. Короче говоря, теперь вот никакого порядка. Это раньше такое все материнственное было. Короче, если некоторые приходят, так все обследуют, а потом сваливают. Думают, что они сюда вообще пришли. Что-то ожидали? Ожидали доход люди. Если вы туда придете и думаете, что вау, телега это что-то такое более интимное, это не как YouTube. Там Леля всем голую жопу показывает. Нифига, голой жопы там нету. Но там есть, как я делала, эту шоколадную пасту. Мне понравилось, как она вышла. И я думаю, потом еще сделать. Это на основе какао тертого, какао масла, молотых какао-бобов, синенького виноградного сахара. Молотые какао-бобы, они там это... Они не настолько молотые, что вот совсем, как паста, допустим, да, от арахисового, если бы была... Кстати, давно так не делала арахисовую пасту. Их, короче, немножко тут ощущаются. Они мельчащие фракции, но все же ощущаются. А мы потом сделаем баночки и деревню с собой взять. Кстати, о деревне. Я тут сидела, тайпила и поняла, что в городе-то я могу медленно варки сделать гречку с мясом. А в деревне, ну, не всегда печку топишь, чтобы там, конечно, раньше тушили, все такое в печке доделывали. Но на газу там такая штучка, не очень удобная, ну, не так сделается. На электрической плитке надо следить и дорого. Электричество-то. В печке, если тепло, то печку уже не топишь. Я сижу и думаю, блин, хочу маленькую медленоварку на полтора литра китвардовскую, как год назад. Ну, где-то я зимой так еще хотела купить. Я сказала, родни, родням. Я сказала, да ты что, нахрена на тебе, ты будешь на газу гадать? Мы там газ проведем, не как в прошлом году, все нормально, типа, да, все нормально с газом, до следующего года хватит, может, и до последующего. Да, здрасте, я тебе вон там еды положила, иди пожри там. Короче, я так тут сижу и думаю, блин, вот, ну, там я иногда старалась есть пельмени, еще что-то, ну, вот такое вот, то, что зафигачила, сделалась за 20 минут там готова, уж раз поел, одно время я там вообще какую-то быстро растворимую еду ела. Булперед такой. А тут сижу, я просто подумала, что, ну, как-то у меня получилось в прошлом месяце, что-то до хрена потратится. В этом месяце я внезапно вторые кроссовки купила. У меня нет двойных кроссовок. Одни под желтую куртку, другие под спортивный костюм. Я потом их обозрю в фаворитах одежды на лето. И кеды новые тоже обозрю. Короче говоря, я сижу, тайплю. Бежит мне человек ватсап, близкого родственного состояния. И я такая, вот, думаю, сейчас скажу, мне пнут меня, я не буду этого хотеть. Я говорю, я вот так вот у меня, ну, как обычно в ситуации выбор. Я говорю, думаю, что вот гречку-то я там не сделаю, или там крупу какую-то другую с мясом. А тащить каждый раз её с собой задолбаешься, она же тяжёлая. Она может мне купить, а она 1690 стоит сейчас. Ну, я за неё отдала. На зон. 25-го вроде как доставить должны. Хотя, в последнее время они доставку 100-500 раз переносят, у каждого практически товар. Так что, может быть, и не 25-го. Ну, надеюсь, что всё-таки вовремя. Я говорю, вот думаю, заказать, может, мне динамарку на полтора литра. Туда на весь период жизни, ну, в смысле, весь период этой дачи на этого года увезти и не гемориться, там засунул утром, к обеду, готово. Можно там что-то другое делать. Даже не подходить, она жрёт мало, 120 Ват на максималке, 40 на подогреве, 80 на этом, на средней мощности. А мне человек говорит, да что, ну что, закажи. И я, неожидавшая, что мне скажут, да, добро надо, то, что как зимой. Сижу и думаю, наверное, действительно, сначала ломалась, ломалась, а потом поняла, что правда мне так нравится крупа с мясом. И туда можно было тогда взять в том же Ашане, купить это им, тогда оно стоило 110 рублей за килограмм, теперь понятно, почему там жир, косточки и чуть-чуть мяса эти. Называется типа раку, вот эти мясо-кости. Да даже вот эти за 62 рубля, по-моему, снова потом они стали стоить, 400 грамм лоточки в Великолугске, эта траву. Купить морозилку, зафигачить, там уже я купила штучки такие для холодильника и для морозилки в деревню. Запах, ну, дурацкий, дурной запах, они уничтожают. Незролизатор запаха. Купить туда мясо, достать мясо, засунуть, засунуть вот этот горшочек, засыпать туда крупы, залить водой, поставить внутрь, закрыть в одну сеть и свалить, какие-то дела делать. И нормально, и мясо можно жрать каждый день. Не говорится с пельменями, а то у меня стабильно приедут родственники, на какой-то хрен вырубят холодильник, у меня там все, все пельмени только разрезать, варить и кошки отдать, потому что они уже не для человеческой еды. Ладно, если они просто размёрзлися и слиплись, а если так несколько раз произошло, допустим, недели за две, то уже там это только животному какому, в варёном виде. И то не каждое животное, согласно, это есть. Ну, короче, я вот доказала себе медленоварочку маленькую. Что-то я печенье на них хаваю, так что-то ладку. Кошки, короче, я тут что-то доставала, у меня там семечки тыквенные либо кабачковые или эти другие сушёные на балконе в шкафу лежат. Я достаю, она их видит, они ей очень нравятся, и она так это, дай хозяин, дай хозяин, думаю, я бы сама поела. Тебе и так много доставалось специально, там, сушила именно за неё. Ну, и на это прихожу, с балкона думаю, будет застрадать. Половину я ей отсыпала прямо в мисочку. И у неё ещё там молоко налито было. Вот она сейчас семечек пожрала прямо из мисочки. И молоко пьёт. И куку, и куку, и куку. И гонок, и куку. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как у вас дутый рис допустим Только водой залитый В общем он сразу раздувается и распадается на запчасти Ни в китайском, ни в японском я такого чуда не видела Пустых баночек не будет, потому что у меня еще ничего не закончилось в мае месяце Я думаю надо сделать потом уже этот, мае-лето На выход парфюме я наверное запишу в конце мая Хотя так получается, что весь практически мае я юзую только одни и те же духи, которые я в апреле практически постоянно юзла Эту грушу какую-то там снятость и фрашевскую лимитку У меня в одном месте так получилось, когда я накладывала, что масло в итоге немножко какао Как бы отклоилось Вместе с этим, с маслом, которое как бы сливочное И вот оно в двух местах чуть-чуть у верха осталось Все, захомячила В следующий раз более аккуратно буду перемешивать, чтобы оно совсем однородное было У меня там еще кусочек шоколадки самопольное есть, но его надо доставать Пусть уж он на другие дни останется Сейчас ученик покинем Любятова Мария Они печатают Любятова, но в упаковке написано Мария Почему? Мне такого типа печенья не понравится, похоже Одно печенье Типа как бы темненькое такое Но тут нет таких вот, которые как бы подпеченные Но просто слегка темнее, чем остальное Но мне нравятся такие печеньки Так же как хлебушки Которые чуть-чуть вот подтемнее Не подгоревшие, а такое подпеченные А ты, смотрите, такое печенька любишь Ммм, да мне уже этот Слежок купленный Домашний костюм Я заказывала, там розовые брюки были Белая кофточка А мне пришли голубые брюки и серая кофточка И где-то, ну как там писали, что Кофточка одного размера, а брюки на два размера больше Типа на братье Ну как бы Одно, оно слегка Большемерит Сверху А снизу оно на два размера большемерит А я начала, думала, сорок шестую взять Потом почитала отзывы И поняла, что надо брать Самый минимальный, сорок шестой Ну подойдет так подойдет, не подойдет, ладно Померила там фемерочной Поняла, что в брюках я вообще тонну А резинка там, при этом, как бы нормальная Они такие довольно свободные Отпущение будет, что брюки крёв А маечка более плотная, чем Та, которая должна была прийти Серенькая Ну и такая, тепленькая Короче, я в ней потом уехала Она у меня под спортивной кофтой была Был сначала топик по спортивной кофтой Такой на бритерках Я поняла, что это толще, плотнее и теплее 401 рубль, кажется Я смотрела чисто отдельные брюки Домашние Потому что мои голубые Лён-плесопы встали практически все в дырочку Прям такая марля уже А что-то брюки какие-то За 380, что я там брюки нашла Ну, блин, 380 брюки А тут 401 пижама полноценная Ну, в смысле, домашний костюм Думаю, допустим, латуча Полноценный костюм Маечку куда-нибудь можно пристроить потом Мяшкий такой 100% хлопок Если руку Я думала, если она упрется в стул То она меньше дырай будет Единственный минус у таких печенья Они слегка такие Короче, если ломаются во рту То могут породить нёба Вот мне сейчас Слегка содрало Что-то Ну, с зубами Которые не молочные А постоянные, как у всех людей Ну, вот эти два больших Плюс, наверное, потом мёдика сожрать Располосовать его по всей Городке У меня тут, кстати, где-то есть мюрик Он, правда, с сотами Но можно же подцепить Правда, с чистой ложкой надо Просить Вообще, вот столько тут есть Есть У меня есть ложка Блин, он слегка уже загустевать начинает Там у меня немножко лоска Блин, он как королейка уже Кажется, этот воск от пчёл Которые улетели на юг Ну, зимой Приехали родственники проверять пчёл Открывают один домик Ну, тук-тук А в домике тихо Открывают крышку А там рамки есть А пчёлок нет А когда уберяли Улей в дом На зимовку Уверя Казалось, что у всех есть пчёлки То ли невнимательно посмотрели То ли пчёлки как-то это Левитировали куда-то Маленькие кусочки лоска прожевались Надо даже лякать печенье У нас не виновата, что её соседка Ранку мне там нанесла Видите, я так офигела У нас, короче, есть пряники Такие вот тульские Раньше они около 40 рублей стоили У нас в магните, они по 79, ну, короче, по 80 без копейки А пчёлки По 50 без копейки Или по 48 Какие-то по 49,99 И какие-то по 48,99 А один в один Это, считай, на 30 рублей дешевле, чем у нас в магните Причём без скидки просто вот это как бы прядик Нормально это, да? Кто во что горят, блин? У меня там как-то просили фольгой послушать в Асамуэле Я долго пыталась вспомнить, что конкретно хотели Потому что камень тут удалился Или хозяин камень-то его удалил Ну, так как я так и не нашла ответ Я думаю, ладно Ну, короче Пошёл шлей Хотя слово по шуршу моя подружка использует вместо Ну, типа, чё-то там Ну, вчера она собиралась ко мне Говорит, ну, чё, привёшь? И мне говорят Я дома шуршу Ну, ну, допустим, шуршу Короче Чё-то делаю равно шуршу Я вчера чё-то в бессоннице была Она у меня уже неделю как Вспомнила вдруг, что 10 лет назад Пед закончила И Если бы поддерживала связь хоть кем-то Ну, вообще, между собой бы все вот так поддерживали связь Вся наша группа Можно было бы встретиться Типа, 10 лет окончания педа Но, кажется, даже на 5 лет окончания педа И это на 2 года на окончание педа Или через год на окончание педа Когда я пыталась народ Скоординировать И кто-то ещё пытался скоординировать Так ничего и не вышло Мы с ламбелой пролетела Лёля, хватит жрать Последнюю печеньку Ну, тут ещё, конечно, осталось Мёдик Первый мёдик-то я захомячила только так А этот мёдик что-то у меня пошёл, а потом застрял У меня там ещё есть маленький мёдик Ну, там В основе просто кусочек такой с сотами Кусочек сот с мёдом Мёдик-то Мёдик-то Там тёмные соты Мёдик-то 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 Мёдик-то